Бои идут уже на улицах Углидара. Российская армия пытается взять город в клещи. Ситуация в районе Курахова также не в пользу Вооруженных сил Украины. Подробнее смотрите далее. Россияне просочились на восточные окраины самого Углидара, сообщил украинский военный Станислав Бунятов из штурмовой бригады Айдар. Лейтенант ВСУ с позывным Алекс опубликовал карту с обозначением этого участка. Пи***ли смогли зайти на крайние улицы Углидара. Ситуация на флангах вокруг города и дальше сложная. Зашли диверсионно-разведывательные группы противника. Группы насчитывают от 5 до 8 человек личного состава. Говорите о закреплении пока преждевременно. То есть идет проникновение. Это тактика оккупантов, кстати. Проникновение малыми группами. Создание, соответственно, закрепления. Попытка закрепления. И потом уже непосредственно подтягиваются основные силы. Российские войска пользуются истощением подразделений ВСУ и достигают успехов, сообщил украинский военный Станислав Бунятов. Россияне пытаются отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду под Углидаром. Бригада хорошо оснащена. Однако почти за два года пребывания под Углидаром даже лучшие подразделения не смогут держать оборону вечно. Серьезная ситуация. Отказавшись от лобовых штурмов в предыдущем месте, которые осуществлялись, противник решил обойти город по флангам, таким образом формируя кольцо. Ну, очевидно, что из Углидара, скорее всего, придется отойти. О высоком профессионализме российской пехоты говорить не приходится. Но иногда подразделения у армии РФ более подготовлены, чем украинские, сообщают военные. На данном направлении сосредоточены боеспособные подразделения российской армии. Соответственно, речь идет о бригадах морской пехоты, это 40-я бригада. Ну и плюс, соответственно, подразделения сухопутных войск российской армии. Для того, чтобы эти линии прошли, необходимо было им привлечь к атакам на город на порядок больше сил и средств. Они их нашли. Российские командиры используют одноразовых мотоциклистов и технику в неограниченных количествах. Украинские защитники преимущественно держатся на дронах. Они спасают ситуацию в условиях артиллерийского голода. За разными оценками на 12 тысяч снарядов, выпускаемых российскими оккупантами, мы можем отвечать порядка 4-5 тысяч снарядов. То есть сократился коэффициент с 1 к 6, который был до этого момента, до 1 к 2, 1 к 3. Российская тактика клещей и мясных штурмов работает безотказно. Одновременно используют фронтальные атаки и давят по флангам. Продвинулись в районе шахт Южнодонбасская 1,3. Западные склоны перешли под контроль оккупантов, что ухудшило позиции украинских войск. Ведь эти терриконы расположены на высотах, что дает преимущество. Наши военные командования наиболее боеспособные, наиболее стойкие и подготовленные бригады бросают на самые тяжелые участки. Ротировать их на неподготовленные бригады остерегаются, потому что может произойти что-то похожее на Покровское наступление, Покровский прорыв. Поэтому такая ситуация и складывается. Нехватка ресурсов, нехватка личного состава. Окупанты постоянно меняют подходы, ослабляя атаки там, куда ВСУ вводят резервы и усугубляя в других местах. Вследствие этого образуется угроза котлов, говорят военные. Они перешли от тактики оперативного окружения всей группировки украинских войск, сосредоточенных в Донецкой области, до тактики создания так называемых малых котлов. Это то, что происходит в районе Невельского, в районе, соответственно, Углидара. То, что происходило в районе Острова. На данный момент они пытаются аналогично атаковать Селидово. Дороги и поля вокруг самого Углидара сильно заминированы, а все попытки россиян атаковать украинские позиции на БМП, мотоциклах или гольфкарах терпят неудачу. Как такого мощного наката не было. Город получилось проникнуть мелкими штурмовыми группами противника. Поэтому можно сделать вывод, что в данный момент там серая зона. Пи*** туда заходят, не могут закрепиться, поэтому или отходят, или умирают. Однако дороги вблизи села Водяное в Покровском районе Донбасса менее опасны для оккупантов. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием боевых самолетов, сбрасывающих мощные планерные бомбы, пишут журналисты Форбс. Российские оккупанты применяют до 700 кабов в неделю по позициям украинских войск. На данный момент оккупанты пытаются взять под контроль логистику в районе Углидара. То есть создать предпосылки, соответственно, для вытеснения сил обороны Украины. Они прекрасно понимают, что ввязываться в характер уличных боев это проблематично. Углидар это промзона и, соответственно, район многоэтажек. Ситуация в районе Курахова также не в пользу ВСУ, сообщает украинский военный Станислав Бунятов. И она схожа с Углидаром, поскольку российские войска и здесь пользуются истощением украинских войск и за счет этого добиваются успехов. Невельский выступ нашим силам удалось отойти без того, чтобы попасть в окружение. В результате плацдарм на Вовчке наш, можно так плацдармом это назвать, группировку сил на западном его, на восточном его берегу. Не меньшее влияние на интенсивность боевых действий как в Углидаре, так и в направлении Курахова и на других участках оказывает внешний фактор. Время до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах для российской армии ограничено, говорит Дмитрий Снегирев. Фактически у них осталось полтора месяца. А потом, соответственно, позиция Российской Федерации будет, ну скажем так, в использовании на международной арене статус-кво на момент возможных мирных переговоров. То есть их основная задача сейчас по максимуму попытаться захватить территории Донецкой области, чтобы потом уже диктовать свои условия. Углидар может упасть в ближайшие недели, а Покровск ближе к зиме, пишет Financial Times. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал Новости Донбасса, чтобы не пропустить важное.